Улицы Занапа заняли первое место на конкурсе юных натуралистов в Москве с работой, посвященной черепахе Никольского, виду, занесенному в Красную книгу. Любовь к живой природе девочкам привела мама одной из подруг. На ее участке настоящий черепаший рай. Уголок нетронутой природы. Уже многие знают, что сюда нужно приносить найденных черепах. Их вылечат и выпустят в дикую природу. В городах медлительные животные беспомощны. Такой уголок сделан специально. Заменили землю песком, чтобы черепахи могли в него зарываться. Так они делают, переживая стресс. У этой панцирь в царапинах. Животные нашли фактически на стройке. Лана Гурашкина, биолог по образованию, говорит, что самое страшное для гостей позади. Теперь несколько месяцев усиленного питания и можно будет выпускать в лес. Помогать черепахам фактически семейная традиция. Вот этот весь участок полностью, это полностью принадлежит черепахам. Этот загон раньше был детской площадкой. Сейчас в нем четыре черепахи Никольского. Это редкий подвид средиземноморской черепахи. Он занесен в Красную книгу. Для животных не существует границ заповедника. Они часто гибнут под колесами машин. Их берут на лето туристы, что тоже не идет черепахам на пользу. Ежегодно через такой своеобразный реабилитационный центр проходит до десятка животных. Эстафету приняла младшая дочь. Та, в свою очередь, сагитировала подругу. Мы с Ангелиной познакомились три года назад. Она мне показала черепах. Я заинтересовалась этой работой. Мне стало интересно. Мы с ней начали вести. Мы просто увидим черепаху и проверяем, есть ли у нее клещ или нет у нее клещей. Если есть, то убираем. Последний раз когда вы измеряли? Последний раз мы измеряли 1 сентября. А, это было до спячки? Да. Черепахи недавно проснулись. За время спячки эта подросла на полсантиметра и стала шире на 2 миллиметра. Все параметры, а также другие результаты наблюдений заносятся в журнал. Ну, очень интересно, потому что у нас тут недавно, когда, получается, у нас была где-то, например, неделя дождей. Ну, дожди шли. И получается, что на следующий день прям солнце, то есть где-то 23 градуса. Но черепашки вылезли, посмотрели и обратно зарылись. Нас это очень поразило. Мы это записали к себе в дневник. А на следующий день у нас прям холод. Черепахи любят одуванщики. Это выяснили опытным путем, предлагая самую разную пищу. Салат из человеческого рациона для них тоже съедобен, но не заменяет естественного корма. После содержания дома животных тоже приходится откармливать. С работой от черепахи Никольского девочки заняли первое место на конкурсе юных натуралистов в Москве. Сотрудники Утришского заповедника говорят, что исследование школьниц имеет вполне практическое значение. Очень часто сейчас мы сталкиваемся, чтобы сохранить генетический вид на определенном уровне, приходится сохранять его в искусственных условиях. А чтобы сохранить и успешно сохранить вид в искусственных условиях, нужно знать биологию, экологию этого вида, чтобы он чувствовал себя достаточно комфортно, давал потомство и так далее. Чтобы дело не дошло до искусственного разведения в Фитомниках, девочки предлагают знакомить анапчан и гостей курорта с черепахой Никольского, размещать в общественных местах плакаты с ее изображением и телефонами заповедника, чтобы каждый мог спасти черепашью жизнь. В заповеднике понимают, что наступление цивилизации остановить невозможно, но вполне реально жить в гармонии с видом, которому десятки, а то и сотни миллионов лет.